Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, приветствую вас! Сегодня у нас очень важный повод выйти в эфир. Это, как вы догадываетесь, не анатомичка, но мы при этом разбираем мотор. И это значит только одно, что что-то пошло не так. И это русбрика «Работа над ошибками». Друзья, я облажался. Друзья, принимаю поздравления. Очень приятно. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, мы немножко облажались. И есть небольшой нюансец. Короче, вот этот двигатель ED3, он же 4B12. Он же в интерпретации от корейцев G4KE. Это 2.4 World Engine. Американской, собственно, поставки. Характерная черта моторов, приехавших с Америки, это термопломба вот такой вот формовочки. Ну и, собственно, суть. В чем суть? Суть проблемы. Короче, ставили мотор на калибр. Додж-калибр, соответственно. Вот. Мотор поставили. И вроде как все должно было быть хорошо, мило и чудесно. Но произошел один нюанс. И нюанс состоял в том, что, во-первых, двигатель при запуске и под сброс газа рокотал цепью. Вот. И причиной этому является, очевидно, не очень исправный натяжитель, что, в общем-то, характерная неисправность данных агрегатов. Проверить это, к сожалению, никак нельзя. Ну и, в общем-то, я надеялся, что закончится все тем, что мы сейчас просто по гарантии поменяем натяжитель, потому что косяк-то наш. Но! Помимо всего прочего, перед тем, как мы ставили мотор, мы залезли внутрь эндоскопом, посмотрели состояние цилиндров, оно было идеально. Все казалось нам прекрасным. Но! Когда мы залезли уже после того, как клиент вернул нам машину по гарантии, в цилиндрах мы нашли какие-то странные полоски, очень похожие на задиры. С чем это связано, совершенно не ясно. Уровень охлаждающей жидкости на месте, вентилятор работает, радиатор в нормальном состоянии. Я не знаю, что произошло. Мне непонятно, я хочу разобраться. Для этого мы этот мотор сейчас разберем. Поскольку заменить его сейчас не на что, то мы проведем ремонт данного двигателя. То есть двигатель мы этот отремонтируем и поставим обратно на автомобиль и дадим еще раз гарантию с самого начала. Итак, что мы можем увидеть? В чем отличие этого мотора от мотора Г4КД, который мы снимали в предыдущих видео? Все очень просто. Сняв поддон, вы сразу видите блок баланс валов и, соответственно, он же масляный насос. Масляный насос интегрирован в блок баланс валов. Конструкция эта в интерпретации Г4КЕ доказала свою полную несостоятельность. И из-за этого узла очень часто двигатель задирает, потому что масляный насос обладает то ли недостаточной производительностью, то ли еще какие-то нюансы. Многие меняют насос от Г4КД, то есть от двухлитрового мотора без баланс валов. Меняет приводную цепь, меняет тут некоторые нюансы с натяжителями. И, в принципе, мотор ездит, глушит масляные каналы на, естественно, вот эту всю конструкцию. Ну, то есть там их как бы и не требуется. По сути, они все внутри. То есть глушить как вот на, не знаю, моторах 3С формата не нужно. То есть все это просто упраздняется, ставится просто насос от Г4КД и все работает. Ну и, соответственно, меняем натяжитель и, возможно, растачиваем мотор в 0,5 ремонт, меняем поршневую. Пока я точно не знаю, но будем сейчас смотреть, что внутри. Едем дальше. Так, ребятки, давайте пронаблюдаем состояние двигателя. Оно очень-очень-очень приятное, то есть нагара никакого нету. Ничто не предвещало беды, ничто не предвещало залета на такие большие денюжки, которые бы очень не хотелось залететь. Но ничего не поделаешь. Натяжитель не работает как надо, цепь гремит при перегазовках. Соответственно, мы с этим мириться не можем, будем этот момент решать. Итак, значит, что мы делаем? Меняем натяжитель. Смотрим, видим, что цепь у нас имеет некоторый провисон. Проверяем натяжитель. Он сейчас должен очень жестко стоять на месте, но что-то он нифига не стоит, он шевелится. То есть он доходит до упора в зуб. Вот в этот, соответственно, есть люфт. То есть, несмотря на то, что он сейчас должен быть накачан маслом, он болтается, соответственно, ничего хорошего нет. Также здесь видна полоска, рамка которой он отрабатывает. Ну, в общем, все понятно, с натяжителем вопрос решен. Сейчас раскидываем ГРМ, потому что с натяжителем мы, увы, облажались. Снимаем головку, смотрим, что у нас внутри двигателя, потому что мне что-то вообще непонятно, что с цилиндрами. Это очень важно, мы сейчас этот момент проверим. Итак, производим демонтаж ГРМа, производим демонтаж вот этой вот промежуточной плиты, которая, напомню, не является постелью, ну и, соответственно, двигаемся дальше. Пока вроде все идет по плану, все хорошо, сейчас все это вот откручиваем. Здесь и стоит у него дополнительный натяжитель, такой же, как на КД моторе. Вот, и сейчас мы все это будем монтировать дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, в поддоне все идеально, никаких намеков на стружку, ни нагара, все прям очень хорошо. Состояние восхитительное практически. Так что здесь мы ничего, я думаю, ломать не будем. По колену тоже здесь все очень хорошо. С блоком вообще вопросов пока никаких я не наблюдаю. Классно же все, да? Интересно. А подергай тоже. А что их дергать-то? Не провернул ничего? Да куда провернул-то? Не стучал здесь ни по низу. Ничего нет. Так, пока, в принципе, кроме цепи, источников стука я не наблюдаю никаких. Все здесь хорошо. Сейчас мы ставим крышку на место для того, чтобы поставить мотор вертикально. Нам немножко поможет. Итак, друзья, вы наблюдаете вскрытие настоящего контрактного двигателя. То есть, в котором, в принципе, все хорошо. То есть, те моторы, которые мы продаем, но они обычно в таком состоянии. Ну, что я могу сказать? Здесь тоже все очень чисто, хорошо. Нагара нет. Распредвалы. Сейчас посмотрим, по шейкам в каком состоянии. Как вы знаете, на моторах этой серии часто страдают шейки распредвалов. Есть у них такая проблема. Сейчас посмотрим, как здесь. Надеюсь, что все хорошо. Фазики не болтаются. В принципе, как бы, вроде проблем-то как таковой нету. То есть, не ощущается каких-то трудностей при работе двигателя. Ну, то есть, кроме цепи, пока предположений никаких нет. Относительно того, что могло пойти не так. Ну, в любом случае, сейчас мы скинем голову, потому что уже практически ее осталось-то всего ничего. Сейчас мы отстреливаем распредвалы. Снимаем бошку. Будем смотреть, что внутри. Я вообще себя слабо представляю. Мне немножко обидно. Ну, как немножко. Мне прям дофига обидно. Мне очень не хотелось это все разбирать, но гарантия есть гарантия. То есть, если мы что-то гарантируем, значит, надо за слова отвечать. Снимаем распредвалы, смотрим, что внутри. Используем отдельную емкость для того, чтобы крышки не перепутались. Крышки все подписаны здесь. Вот. То есть, проблемы найти какая-откуда никакой нету. Выпускные подписаны буквой Е, выпускные буквой Ай. Все очень удобно. Американцы в этом плане молодцы. Никаких проблем с позиционированием крышек у нас потом не возникнет. Смотрим, какие кулачки подпружинены. Откручиваем в последнюю очередь. Разгружаем распред, чтобы он ни на что не нажимал. Ну и все, в принципе, откручиваем. Таких проблем не должно быть. Аккуратненько все. Хочу, кстати, обратить ваше внимание, что вал здесь, в отличие от мотора КД, литой, такой же, как и на 4Б12. То есть, не полый, с какими-то там нюансиками, напрессованными кулачками. А самый, что ни на есть, жесткий, чугунный такой, брутальный, клевый вал. Кстати, они здесь подписаны. Это выпускной вал, это впускной. То есть, для американцев всегда все подписываю, чтобы им было попроще в сборке. Так, смотрим, что у нас с постелями. Но здесь все идеально, просто вообще шикарное состояние. Шейка тоже живая. Все, идем дальше. То же самое. Света достаточно нам, да? А Татьяны? Так, прекрасно. Если нам хватает света, то нам хватит и всех остальных женщин. Так, ну что, здесь тоже все отлично. По выпуску тоже бомба, все очень хорошо. Блин, ну прям пушка, 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 пушка. Так, здесь вал, вообще чума. Все великолепно, состояние все здесь очень хорошо. Не износа, никаких проблем. Далее. Не шипи. Впускной тоже чума. Так, здесь все тоже хорошо, износа нету. Давайте посмотрим на это произведение искусства. Они все подписаны. И производитель, кстати, Инна. Как вы догадываетесь, это... Поставщик конвейера. Вот, соответственно, мы их сейчас снимать не будем. По-хорошему, их надо подписать, чтобы потом не выставлять зазоры. Вот, но я, честно говоря, не думаю, что есть смысл что-то делать с головой, потому что она в порядке. И мы не производим капитальный ремонт, мы устраняем неисправность. Откуда неисправность, что за неисправность, я пока не знаю. Короче, откручиваем голову. Вообще пока непонятно. Все настолько идеально, сколько это может быть. То есть просто совершенное состояние, идеальное. Попробуем пистолетом. Но, скорее всего, это не получится. Значит, будем использовать большой-большой вороток. Сейчас попробуем. Нет, увы, увы. Все-таки придется взять в руки вороток и сделать это по-другому. Что это было вообще такое? Сука, представляешь, бля? Полюсик. Не дослал. Не дослал. Ух ты, бля. Ух ты, бля. Даже Виталику не поддается. Да что я, бля. Бля, на Г4 КД это ка**. Это просто американский КД. Каеточный. Ух ты, бля. Ты же понял. Да у вас. Тяжело идет. Они еще и обратно заворачиваются потом. Видел, да? Они реально потом вот ты его тянешь, а он потом обратно такой херак. Вернулся, блядь. Да, да, да. Да, он опять обратно пошел. Это пружинный болт. Да, он сам обратно заворачивается. Кошмар вообще. Такие они тугие. Эй, блядь, не то слово. Это откручен. Откручен? Да. Ох ты, бля. Тяжело идет. Вообще, блядь. Такое ощущение, что ли. Так. Сам дьявол закручивал эти болты вообще. Вот эти, наверное. Да. Взялись за дело. О, мое. Че, блядь, че это как-то? Может, пружинник сейчас по-моему сломается эта хуйня? О, блядь. Пошла? Тотом, в ***. Беременные, дети. Я сейчас боюсь, она мне губу подлетит. Так я тоже, блядь. Да все боятся, блин. Давай, Юль. Я уже-то... Раз, два, два. Раз, два. Да. Трешняк какой, а. Да, болтики здесь затянуты по самое неболусе, ребята. Просто по самое неболусе. Очень жестко сидели, но не без помощи Виталия Леонидовича. Нам все-таки удалось их победить. И это очень хорошо. Вытаскиваем болтики, постараемся оставить стаканчики на месте, чтобы потом не заниматься подбором стаканчиков. Потому что, по большому счету, регулировка здесь клапанов проводится раз и навсегда. Больше не требуется делать ничего. Сейчас мы снимем голову и посмотрим, что там внутри. Это самый важный момент, самый ответственный. Вот, собственно, снимаем. Головочка очень плотно сидела. Так, что у нас по цилиндрам? Что у нас по цилиндрам? Давайте посмотрим. Камера показала задиры. А где они? А где они? А вон они. Вот, что-то нету. Вон. Это не задиры. Это царапина. Причем одна. Так, ребят, здесь несколько царапин есть. Но это не так, чтобы очень критично. А вот здесь вот вода попала. Но это тоже не страшно. Она попала недавно. Так, ну что же, могу сказать. Походу, вот куда-куда. А сюда мы залезли напрасно. Вот она, эта полоска. Ну, собственно... Цилиндры по состоянию огонь. Очень хорошие. Здесь есть царапины. Вот, смотрите, здесь износа нет. Хон везде ровненький. Огневой пояс четкий. По всем цилиндрам все как бы очень хорошо. Ну, вот. Поршневая довольно влажная. Только это не масло, это бензин. Его довольно много. В принципе, так-то вроде все хорошо. Надо сейчас это все покрутить. Посмотреть, почему царапины. Возможно, что-то попало. Пока не знаю точно. Прокладка нам уже точно будет нужна новая. Думаю, что дальше, наверное, лезть нет смысла. Разбирать блок, я думаю, что мы не будем. Поменяем прокладку. Соберем все обратно, как было. Заново дадим гарантию. То есть, серьезных повреждений я здесь не вижу. Прокладочка будет нужна новая. Так, смотрим, что у нас там случилось. Крутим. Коленчатый вал. Для этого надо блок поставить примерно вот таким вот макаром. Чтобы нам ничего не мешало его крутить. Ребятки, очень кратенько все получилось. На самом деле эндоскоп нас подвел и обманул. Точнее, оператор эндоскопа. Потому что я его доверил диагностировать нашему мастеру. А он, видимо, с эндоскопом был немножко на вы. Но это не страшно. Поставим новую прокладку. Установим новый натяжитель цепи. Соответственно, все помоем, подготовим. Соберем обратно. Теперь мы точно знаем, что с поршневой здесь все хорошо. Также мы знаем и абсолютно уверены, что все хорошо с распределительными валами. Что важно для этих моторов. Это очень важная история. Ну и, конечно же, мы точно знаем, что все хорошо с масляным насосом и блоком баланс-валов. Равно, как и со всеми остальными деталями двигателя. Все в очень-очень-очень хорошем состоянии. Никаких проблем нет. Никакой стружки, никакого нагара. Все превосходно. Заодно вы увидели как раз кота в мешке. Мы, так сказать, вытащили кота из мешка. Приоткрыли, так сказать, мешок. Залезли вовнутрь и достали его. И вот, что обнаружилось, что не так уж и страшен этот код, как его молюют. И состояние агрегата, пусть и бэушного, но великолепное. Данный двигатель легко проходит еще 200-300 тысяч и будет радовать нового хозяина. Осталось только поменять натяжитель, в котором и была проблема. А это уже конструктивный брак. По-хорошему, стоило бы, конечно, обратиться к производителю. Но, естественно, у нас такой возможности нету, поэтому виноват буду я. Ну, что же делать? Бывает и такое, и на старуху, как говорится, бывает проруха. В общем, спасибо, что смотрели. Начинаем сборку. Сейчас никаких проблем больше не имеется. До свидания. Что? У меня вопрос. Да? А сколько стоит такая диагностика? Это очень сильно зависит от обстоятельств. Ну, вот такая диагностика сколько стоит? Если человек хочет... Нет, если человек хочет просто провести такого рода диагностику, то можно, в принципе, ее сделать. Я думаю, что это удовольствие будет стоить, наверное, 1015-20. Плюс запчасти. Зависит от мотора и от того, насколько глубоко в него, так сказать, нужно залезть, и какие запчасти нужно будет поменять. По сути, это разборка-сборка агрегата неполная. То есть, ну, где-то около 15 тысяч такое удовольствие может вам стоить. Но смысл этого без каких-либо манипуляций, наверное, нет. То есть, если только есть желание заменить ГРМ... ГРМ... Хозяин барин. Да. Потому что ГРМ является расходным материалом. Но вот в данной ситуации, честно, я не совсем знаю, как бы, чья вина в этой ситуации. По большому счету, поскольку я не знаю, то платить буду я. А так, вообще, конечно, стоит об этом подумать, потому что дело, походу, в натяжителе. Вот. То есть, нехорошая ситуация. Надо будет подумать, как это все в дальнейшем таких проблем не возникало. Но тут уж как бы беру на себя, ничего не поделаешь. Всем спасибо. Всего самого наилучшего. До свидания. Так, ребята, ну что, мотор собран и установлен обратно на автомобиль. Откроешь, Сереж? Нет. Но, как мне сообщили, звук, который был изначально, не пропал. Вот, нарастает, да? Вот появилось брончание какое-то. Непонятно. Появилось, Саш, брончание. Конечно, камера, наверное, вряд ли передает полностью этот звук. Но у тебя какие мысли? Что это может быть? Ну, давай спросим наших зрителей. Может, у кого-то есть какие-то мысли по этому поводу? Ребят, короче, у нас фиаско произошло. Полное разочарование. Я абсолютно не представляю себе, что же издает такие странные звуки в этом дадже. То есть мы мотор полностью разобрали, не попало в видео, но мы сняли поршневую, померили поршни, померили цилиндры, померили зазор по клапанам. То есть это то, что не попало в кадр, но это было выполнено. И вообще не нашли источника биения вот этого, то есть не биения, а источника звука. Есть мнение, что на машине разбита сильно коробка, то есть это факт, и она тоже издает какие-то звуки. Может быть, это коробка. Может быть, это что-то во впускном коллекторе. Может, в выпуске, потому что там вырезан кат, и непонятно кем и как. То есть, если не сложно, может быть, кто-то из вас как-то предположит, что же пошло не так, и почему такой звук. Мы дали клиенту дополнительно 3 месяца гарантии, потому что мы просто не знаем, что происходит, и отпустили его покататься. Может быть, хороший стук наружу выйдет, да, а может и нет. И то есть мы ждем человека, чтобы он где-то через месяц подъехал поменять масло, и мы увидим, если что-то изменится. Если нет, то я просто в растерянности. Ребята, помогите, просто напишите ваше мнение, что мы могли упустить. И мы тогда как-то постараемся это исправить, потому что очень хочется допилить этот мотор. Вот. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вы нам поможете. Ваша помощь сейчас будет как никогда неоценима. Спасибо большое. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!